Я хочу коснуться сегодня одной темы, очень тема принципиальной. Заниматься темой Золотого Тельца – очень большая работа. Надо много сидеть, карпеть, объяснять, изучать это. Я думаю, что до 15-20 минут как-то это недостойно темы. Что касается просто одного аспекта этого. Говорится, что в нашей главе сказал Всевышний Мушарабейну «Лех редки шихат шихатамха». Всевышний как бы спустил Мушарабейну с его величием. Ред, спустись. Говорится, что у них есть какая-то страшная слава. То есть... Я просто хочу працетировать. Он говорит так. Говорится, что у них есть какая-то страшная слава. «Лех ред...» Это стих. В 23 главе, 7 стих. «Ред мигдурадха. Спусти свое величие. Я не дал тебе величие только для них». Это мы уже говорили. В этот момент пишут Раши «Нитнада Мше Бейдиншелмала». Как бы его отлучил. Отдалил. Высший суд. Понимаете, не дуй – это очень неприятная вещь. Не дуй. Казал бы, почему и зачем. Чем Мше Рабейну загрешил. Он только раз не был в грехе Золотого Зерца. Раши объясняет. Объясняет дальше, что была претензия к Мше Рабейну. Потому что сказано «Шихет Амха». «Попорчил твой народ». Что такое «твой народ»? Так называемый «Эр-Эв-Рав». То собрание из народов мира, которые вышли с нашими народами из Египта. В чем представитель Мше Рабейну? Что он принял их в наш народ, не спросив Всевышнего. Не спросив Всевышнего. Надо об этом разобраться. Более того, мы читаем Раши в конце нашей главы, когда Мше Рабейну разбил скрижали, он тоже не спросил Всевышнего. Это считается очень большой заслугой. То есть, вот нет тот факт, что не спросил, сам по себе тут является грехом. В чем разница между принятием «Эр-Эв-Рав» и тем, чтобы разбиты скрижали? Это очень принципиальный вопрос. Я хочу немножко объяснить, как я это понимаю. Вещь очень известная, что величие наших отцов, Авраама и Исхака Якова, оно проявилось в том, что они сделали против, так сказать, их основного пути исполнения воли Творца. Поэтому великой заслугой Авраама был именно то, что он практически принял в жертву Исхак. Это было настолько противоположно всем его мыслям, замыслам и так далее, что тут проявилось его величие Авраама именно в этом. Это касается не только Авраама. То есть, в чем проявляется величие праведения, когда они даже свои величайшие положительные замыслы, их желания, все это они отменяют перед волей Творца. Ну, мы все знаем, что Муша Рабейну, тот Тор называется именем Трат Моше. Муша Рабейн означает, это наш учитель Моше, это его имя собственное на все поколения. Суть Муша Рабейна была в том, что он был учителем Торы. И наш Раши переводит к нашей главе, это Гмаруя Мазакатэрубин, какой был порядок преподавания Торы. Муша Рабейн спускался из Гарисина или выходил из войны Моя, только облачал Всевышнему это новое знание. Он его четыре раза разъяснял, сначала Арону, потом Сан-Виану, потом старейшинам, потом всему народу. То есть Муша Рабейна, его суть была, он был тем, кто принял Тору над Всевышним и дал его нашему народу. Более того, безусловно, Муша Рабейну, как все великие люди хотели, чтобы весь мир раскроет воле Творца, и чтобы весь мир был подчинен воле Творца, исполнял Тору. Поэтому, безусловно, его желание было принять эры Раб. Это самое естественное для него. Он просто простой. Так это было интересно. Я сейчас, безусловно, не могу говорить о том освобожении Муша Рабейну. Ну, хотя бы об этом говорить не могу. Но я могу немножко говорить о том, что я понимаю об этом. Эра Раб вышел. Он вышел с победителями. Почему остальные не вышли? Только странно. Представьте себе Египет. Около года парализован казнями. Все идет по мгновению пальца Муша Рабейну. Такое раскрытие воли Творца. Такое полное уничижение, подчинение фараона. Ну, весь Египет, вся мощь и так далее. Все нот без палочки. А какая сила? Это Всевышний, его пророки, его народ. Это то, что есть. Кто бы не ушел? Уверяю вас. если у нас было такое сегодня, то бы в местах, где Деод Гюл были поставлены очередь, записывали за год. Это все очевидно. Это не очевидно. В России на поведение. Но это еще не говорит. Уйти с победителями. Это все могут. Все могут. Потому что они были неискренними? Я такого не говорю. Но можете искренне с победителями. Но не быть готовым терпеть, когда же не будут победителями внешними. Я уже не раз приводил вот так. Морал Масеке-Дербамот. Там есть такой очень интересный аспект принятия Гюра. Когда приходят неевреи. Хочут принять евреи. Само говорят. Зачем тебе это нужно? Сколько евреев терпят? Смог их преследовать? Зачем тебе все это нужно? Он говорит. Я знаю это. Я этого не достоин. Короче, он готов на все это идти. Не как формула, которая подсказывает ему, что он скажет на суде. Нет, я это имею ввиду. А суд просто видит, что искренне его желание понимает, что он ответственно хочет, понимает его немедленно. Он пришел не к победителям. Он готов нести с нашим народом все тяжелейшие испытания всех тысяч лет изгнания. Это истина Гюра. А более того, сказано, что в Ренако-Дербамшиах не примут просто, не будут примать Гюра. То есть есть такие слова в Магнат Истер, что «Коломарец мит яходим». Он объявляет, нельзя сказать, перевести на русский язык, что Гюра это не принимали. «Такая победа, такая что?» И тут, насколько я понимаю, в этом месте находится корень. Опять же, это выше нашего понимания, в чем была глубочайшая проблема ошибки Машера Бейну, почему есть претензия, почему не спросил Всевышнего. Братагогического причина его, потому что он принял их, она очень простая. Конечно, мне рассказывали, допустим, еще люди еврейского московского отказа 30 лет тому назад, что тогда старики, которые соблюдали тору в Москве, слышали какое-то неверие, когда захочут понимать еврейство, у них это было праздником. Праздником. А другие были осторожны. Поверять непросто. А с другой стороны, «Разбитская жаль Елизавета», «Люхота Брит», это было противоположно всей сути Машера Бейну. Всей сути. Зачем поднялся к Всевышнему, чтобы спустить народа из того, нашего народа? Машер Бейну спас всех нас от уничтожения своими молитвами. Для чего? Чтобы дать нам тору. И тут он видит, что мы этот тор недостойны, и он эти сути разрушает. Это было полностью противоположно его пути, пути нести тору. Кстати говоря, если заняться последние стихи Тору в книге Дворим, Тор окончается словами, что Машер Бейну, «Разбил скрижали на глазах всего народа Израиля». Разрушение Тор. Это величие Машер. То есть, есть, скажем так, и есть, когда человек принимает решение согласно своему пути, это надо проверить, задача навзвешена до конца, может быть, нет, лучше было все-таки переспросить. У Шер Бейну была такая возможность? Когда человек принимает решение в силу боязни и страха перед Творцом, которое противоположно его пути, опять же, говорится, человек, который есть, тоже называется, да, Тора, есть в него понимание Тора, то это имеет совершенно другой вес. Это было разбитие скрижалей, это не было принятие эры в Рав. И тут еще коснуться еще одна вещь. Когда мы говорим здесь о том, что эры в Рав был причиной, тоже сделали Золотого Терца. что произошло? Очень простая вещь произошла. Я объясню это просто на очень простом примере, очень понятно большинство людей. Давайте просто, есть, видите, спринтер, человек, который бегает на короткой дистанции. Он может пробежать 100 метров за 9,8 секунд, или за 10 секунд. Отправьте его бежать в марафон. Это просто не для него. Он просто не добежит. Даже Петька говорит, а не факт, что добежит. Это совершенно не для него. Знаете, у нас, мы говорим в основе веры, о приходе Мащиях, о общем исправлении. Даже если он задержится, каждый день буду его ждать. Наш народ, он тоже настраивается на более чем марафонский бег. Это не бег на короткой дистанции. Это, 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 это история с изгнаниями, с погромами, с инквизицией, с назидскими лагерями и так далее. И нам надо набраться, обрести силу веры и уверенности в Творца и нести его через все, все, все перепитии нашей жизни. Это не спринтерская дистанция. Вот Элев Рав не хватило на один день. Главное испытание, выявлено в нашей главе, что у сатаны есть силы нас соблазнять какими-то видениями, подобие мрака в мире, в небе показалось нечто подобие похоронных насилок Машарабейну. вот, плюс содержку Машарабейну на один день, на это Элев Рав не хватило. Не хватило. И тут нам надо извините свои уроки. Если мы коснемся всевозможных падений нашего народа, всевозможных соблазнов, разными измами, же мессиями и так далее, чего была проблема. Не хватало сил идти дальше. Идти дальше. Поэтому соблазнялись каким-то очередным измом или же мессией. разные были. Нам надо набираться жизненной силы нести в себе веру и доверие к Творцу через все испытания. И для нас это принципиально, потому что пишут это Магро, что все трудности изгнания это чтобы изжить из нашего народа остатки Элев Рав и его влияния. И еще одна вещь. Это очень важное замечание. Когда не хватает дыхания, бежать дальше, идти дальше. Слабосняются на суррогаты. Суррогаты. И то, что сказали Элев Рав, показывали на Золотого Терца, Эйлу Элехо Исраев. Это твой Бог Исраев. Нам надо не соблазняться на суррогаты. Это то, что мне кажется важным нам извлечь из нашей недельной главы. Всего хорошего Гутевоха. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok